Добрый вечер всем, кто смотрит нас на канале Абакан-24. Также вечер добрый всем, кто нас слушает в эфире радиостанция Абакан УКВ 7106. Программа «Культурный код» в эфире. У микрофона Ирина Толстенко. И сегодня, в канун Международного дня памятников и исторических мест, у нас в гостях Дмитрий Левченко, руководитель Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Республики Хакаси. Дмитрий Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем, наверное, наш разговор со знакомства. Чем занимается ваше ведомство и какими полномочиями оно обладает? Наше ведомство называется Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Республики Хакасия. Мы являемся исполнительным органом государственной власти Республики Хакасия. Основные направления нашей деятельности, конечно, в первую очередь, это Государственная охрана объектов культурного наследия, которая включает в себя вопросы выявления объектов культурного наследия, паспортизации, постановки их на учет, сохранение объектов культурного наследия, контроль техсостояния и фотофиксация этих объектов. Кроме того, мы являемся надзорным органом, то есть мы осуществляем Государственный надзор в сфере охраны объектов культурного наследия. Это, соответственно, выявление правонарушений в данной сфере и соответствующее привлечение к административной ответственности лиц, нарушивших законодательство. Также наше направление работы мы занимаемся выковечением памяти погибших при защите Отечества, мы занимаемся, скажем так, формированием электронных книг памяти, мы занимаемся работой с порталом федеральным места памяти, ну и, наверное, знакомые все порталы, это все связано с Великой Отечественной войной. Соответственно, у нас также ведется активная работа с волонтерами культуры, ну и как же без этого, мы занимаемся популяризацией объектов культурного наследия, которые располагаются на территории Республики Хакасия. А каким образом вы выявляете объекты и каким образом присваивается статус? Мы знаем, что есть статусы федерального значения, статус регионального и местного значения. Совершенно верно. Здесь хотелось бы начать с того, что объекты культурного наследия бывают нескольких видов. То есть, один вид объектов культурного наследия, которыми очень славится Республика Хакасия, это объекты археологии. Для этих объектов есть специфический порядок их выявления. То есть, такие объекты могут выявлять только специально обученные, уполномоченные люди, называемые их археологами, которые получают соответствующее разрешение, называется он открытый лист. И на основании документа эти люди выявляют объект, то есть, выходят в поле, грубо говоря, то есть, своими научными методами находят эти объекты, паспортизируют их, фиксируют, описывают, определяют их границы и передают уже потом эти сведения в органы охраны, которые в соответствующие приказы, нормативные акты издают. Как правило, эти объекты федерального значения? Все объекты археологии, согласно законодательству, являются объектами федерального значения и находятся в государственной собственности. Что касается другого вида объектов, это памятники истории культуры. То есть, это все, что не касается археологии, это наши здания, сооружения, обелиски, могилы. То есть, порядок выявления данных объектов, он отличается от выявления объектов археологии. В данном случае выявить объекты, именно памятники истории и культуры могут, в принципе, за любые заинтересованные лица, как физические лица. То есть, в данном случае достаточно, скажем так, обладать какими-то минимальными знаниями истории. Необходимо подготовить соответствующее заявление, то есть, заявление имеется соответствующий образец, оно, скажем так, нормативно определено. Подготовить соответствующее заявление, в этом заявлении описать краткую историческую справку данного объекта, по каким, скажем так, основаниям и причинам данное лицо считает, что этот объект обладает признаками, в данном случае, объекта культурного наследия. То есть, такое заявление готовится, направляется в орган охраны, в данном случае в госохранную инспекцию. В госохранную инспекцию на основании этого заявления проводят уже определенную работу, формируется комиссия, выезд на этот объект, осмотр, фиксация. И если действительно данные, которые прописаны в заявлении, и сам объект обладает действительно признаками объекта культурного наследия, то госхрониспекция издает соответствующий приказ о внесении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия. В последующем потом проводится государственная историко-культурная экспертиза, которая уже окончательно определяет, достойно ли этот объект быть объектом культурного наследия, либо нет. То есть по факту уже потом решается вопрос, если данный объект все-таки обладает всеми признаками объекта, то он вносится в итоге в реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Это завершающий этап. Из реестра объекты уже исключению, скажем так, не подлежат. А как часто поступают к вам такие заявления и от кого они поступают? Заявления, скажем так, поступают достаточно часто. В прошлом году, например, у нас было выявлено таких объектов. Как правило, это организации? Что касается лиц, в первую очередь это у нас частные лица. В основном частные лица, то есть муниципальное образование бывает в лице работников. В основном, конечно, это физлица. Но за последнее время какие заявления поступили у вас на выявление? Как правильно это? В начале экспертизы, да? Нет, в начале... Механизм какой? Механизм поступает заявление, обращение гражданина, например, в данном случае. Признать объектом культурного наследия. Такое-то, такое-то, да? Да, то есть объект называется в этот момент объект, обладающий признаками объекта культурного наследия. Когда проводится определенная процедура и принимается решение о его включении, объект включается в перечень выявленных объектов культурного наследия. И на первой стадии он называется именно выявленный объект. А потом уже, о чем мы с вами говорили, проводится экспертиза, и после этого объект становится уже включенным в реестр, если он соответствует определенным требованиям. Становится или не становится. Либо не становится. У нас в основном на сегодняшний день все заявления, которые к нам поступали в части выявления объектов культурного наследия, все эти объекты включены в реестр. И вот в последнее время что-нибудь такое? В последнее время. В прошлом году к нам активно поступали заявления в части объектов, которые относятся именно к памятникам, связанным с событиями Великой Отечественной войны. То есть, это у нас по территории Республики Хакасия располагаются такие памятники. Также поступали объекты, заявления в части объектов. Из последнего интересный объект был столб, первая граница Российской империи на территории Хакасии. То есть, он располагается недалеко от города Саиногорска. Прямо столб? Столб, да, так он называется, то есть, деревянный, ну, соответственно, установленный с определенной вот... Там табличка какая-то есть. Ну, там не табличка, а как бы вот на дереве, как бы, ну, как практически вот выгар... Ну, как гравировка, да. Гравировка какая-то, как-то ее назвать не могу сейчас, как это правильно будет, научно называется. Да-да-да. То есть, вот такой вот объект, да. И эти объекты у нас будут проходить в дальнейшем экспертизу, и, соответственно, будет приниматься решение уже о включении либо не включении, как я ранее уже говорил. Интересно, а этот столб в каком году был установлен? Там написано, нет? Порядка 1800... А, то есть, в XIX веке даже. Да-да-да. Удивительный, деревянный. Ну, вот вопрос, насколько он является, скажем так, изначально установленным, да, то есть, это вот отдельный вопрос. Является ли он, так называемым, оригиналом, да, или как это назвать, или это уже было в последующем что-то сделано, пока сказать сложно, потому что... А каким образом вот экспертиза вот по данному объекту будет проходить? Собираются полностью все документы, историческая справка, все, что имеется, да, по этому объекту. Соответственно, описание, фотофиксация проводится и так далее. Потом весь этот пакет документов передается уже эксперту, специалисту, который обладает соответствующими знаниями, и он уже на основании вот определенной базы подготовленной документальной, да, фото, фото базы, он принимает решение, изучив все это, и вот окончательный вывод делает все-таки, действительно он является объектом, либо нет. Ага, а специалист это здесь, в Хакасии находится, или специалисты где-то за пределами публики? Нет, скажем так, эксперты обладают статусом, этот статус присваивается Министерством культуры Российской Федерации, да, и вот именно такие экспертизы, экспертизы тоже бывают разными, да, то есть, как бы там разный вид экспертов участвует, но конкретно по данному виду экспертизы, эксперты ближайшего у нас, это город Красноярск, Хакасии, таких экспертов у нас нет на сегодняшний день. Есть эксперты, которые могут заниматься археологией, вот, а именно памятниками истории культуры на сегодняшний день у нас нет специалистов. Тоже касается и экспертизы зданий, да, то есть, если вновь выявленный объект, да, предполагается, что он может быть объектом культурного наследия, вы тогда связываетесь с красноярскими специалистами, да, и они выезжают на место и делают какую-то экспертизу и заключение в том числе, да? Да, да, то есть, как уже сказал, ближайшее, это Красноярск, по России есть, конечно, такие специалисты, но ближайшее, кто работает именно к Хакасии, это Красноярск, поэтому вся база передается соответствующие документы эксперту, ну, и он принимает уже решения. А на сегодняшний день сколько у нас объектов культурного наследия в Хакасии, ну, и в Абакане? Ну, в Хакасии на сегодняшний день в целом у нас порядка двух с половиной тысяч объектов в Хакасии, ну, если в процентном соотношении, да, посмотреть, то 97% из этих объектов – это памятники археологии, то есть, мы Хакасию, да, везде называем меккой археологией, потому что действительно Хакасия очень богата на археологию, а остальные 3% – это как раз вот те памятники, которые связаны именно с историей, культурой, как и уже говорили, сооружения. Ну, это в основном здания, обелиски, да? Здания, обелиски, братские могилы, да, и, соответственно, ну, мы как бы в последние годы стараемся все-таки особое внимание уделять памятникам истории, а не только археологии, поэтому в последнее время у нас количество их растет. Ну, вот подробно сейчас об этом и поговорим. Предлагаю вначале поговорить об объектах культурного наследия Абакана, Черногорска и Усть-Абакана, потому что сегодня вот готовилась к эфиру, смотрела на сайт, на ваш заглянула, очень много памятников культурного наследия именно в Усть-Абаканском районе. Ну, здесь, если говорить в целом, у нас основная масса по нашим районам памятников – это все-таки археология, как я уже сказал. То есть, археология у нас везде, ее достаточно много. А если уж говорить об археологии, то вот у нас, как я цифру назвал сейчас, две… Про археологию вы поговорили? Нет, я сейчас просто цифру хочу сказать. А, да, хорошо. То, что две с половиной тысячи в целом памятников, да, и из них археология 97%, то, по мнению специалистов, вот как люди установили, что еще в Хакасии на сегодняшний день, которые памятники, которые не выявлены, более 30 тысяч памятников, которые у нас на территории Хакасии располагаются, но они на учете не стоят. Но это я просто как бы об археологии. Что касается памятников истории и культуры, город Абакан, да, на сегодняшний день в Абакане у нас 9 памятников, связанных именно с историей и культурой. Ну, и археология, если мы о ней тоже говорим, как бы там порядка 40 объектов на территории города Абакана также у нас присутствуют. Основные, если речь о памятниках, то, конечно, основные памятники, это у нас известно, это здание центра Кадышева, то есть такой достаточно интересный пример. В прошлом году это здание у нас, на этом здании был проведен такой достаточно глобальный ремонт. Кто наблюдал за ним, да, мы видим, что он изменил свой цвет. Вот, то есть здание, скажем так, на основании вот определенных работ, именно проектных, приобрело свой первоначальный облик. Вот как раз о чем мы с вами разговаривали, про экспертизу, про проекты, да, то есть люди отработали, установили его первоначальный вид, и по итогам работ здание у нас вернулось к своим первым стокам. Но он же, кстати, интересен с точки зрения истории, с точки зрения архитектуры. Совершенно верно. В 1941-1945 там формировалась 309-я краснознаменная ордена Кутузова, второй степени, стрелковая Пирятинская дивизия, да. И, ну, а в плане архитектуры там смешение стилей, конструктивизм и советский неоклассицизм. Вот такие подробности. Полный набор, да, согласен. Также у нас интересный объект в городе Абакане, он также в прошлом году у нас был включен в реестр объектов культурного наследия, это Черногорский парк, то есть наш знаменитый памятник, связанный с Великой Отечественной войной. А он в каком году построен, этот памятник? Ой, я сейчас, к сожалению, дату его не скажу. Вот задали мне вопрос и скажу дату. На засыпку. На засыпку, да. Вот, но, в принципе, на сегодняшний день у нас памятник, он, скажем так, в первоначальном виде сохранен. То есть и в таком же виде он теперь у нас будет находиться на государственной охране, скажем так, на постоянной основе. Каких-либо изменений и так далее. То есть на этом памятнике проводить запрещено. Его памятником называют или обелиском? Все-таки больше памятник? Памятник, да. А вот первое здание, которое отражает эпоху все-таки, мне кажется, становления нашего города, это вот школа, которая находится возле дамбы на берегу реки Абакан. На улице набережной. Да, это, кстати, да, на набережной. Одно из немногих зданий, которое сохранилось сначала с XX века, а построено оно вообще в XIX веке, оказывается, было. В 1800, то ли 90-х, то ли 80-х даже годах. Кстати, оно включено также, да, в объекты культурного наследия? Также на сегодняшний день данное здание является объектом культурного наследия, включенным в реестр, то есть регионального значения. Ага, ну вот насколько мне известно, оно же в частных руках, это здание, а вообще такие объекты могут находиться в частных руках? Совершенно верно, да, то есть действительно находятся в частной собственности, а в целом, согласно законодательству, объекты могут находиться у нас как в частной, так и в государственной, в муниципальной собственности. То есть каких-то ограничений в данном случае нет, но опять же не касаемо археологии, о чем я говорил, что это государственная собственность. Это в целом в объектах культурного наследия. Да, это понятно. А скажите, то есть, наверное, собственник может что-то делать, какие-то реконструкции проводить со зданием, что-то менять, продавать опять-таки, но сносить он не имеет права? Совершенно верно. Согласно закону, снос объекта культурного наследия запрещен. Что касается работ по ремонту, у нас также есть законодательством прописана определенная процедура. Эта процедура отличается от, скажем так, ремонта любых других зданий, которые не являются объектами культурного наследия. То есть, согласование нужно, да? Необходимо в первую очередь, в обязательном порядке, разработка проекта на ремонт, либо реставрацию, реконструкцию и так далее. Необходима разработка обязательно проекта. Опять же, разработка этого проекта может, скажем так, проводиться только специализированной организацией, которая имеет соответствующую лицензию. То есть, любая организация этим заниматься не может. Далее, следующий этап. Обязательно проектная документация проходит государственную историко-культурную экспертизу. Без экспертизы также документация в работу запускаться не может. А потом, по итогам, скажем так, этих этапов, только лицензированная организация имеет право приступить к ремонту данного здания. Соответственно, вот в этом-то и заключается основная сложность работы с объектами культурного наследия, потому что используются именно специфические организации лицензии. Любой желающий, да, любая организация, которая, скажем так, является строительной, она приступить к этим работам не может. Это законом запрещено. То есть, получается, это все проводится за средства собственника, да, который владеет этим зданием, да? Совершенно верно, да. Собственник несет время содержания имущества. И за свой счет обязан содержать его и, скажем так, проводить с ними мероприятия. То есть, а скажите, ограничения какие-то есть, потому что можно размещать в этих зданиях, а чего нельзя размещать? Там магазин, там, не знаю, там еще какие-то объекты, там ночной клуб, там еще что-то в таких зданиях. Есть определенные ограничения. Ограничения, конечно, есть, да. То есть, в объектах культурного наследия запрещается размещение определенных работ, связанных, допустим, да, производств с огнем, какие-то промышленные производства, да, которые могут нанести вред объектам культурного наследия, да, то есть, повредить каким-то образом. А что касается размещения, допустим, каких-то магазинов, гостиниц, каких-то офисов и так далее, в принципе, законодательством предусмотрена такая возможность сохранения объектов, как приспособление объекта для современных нужд. Есть такое понятие в законе. И, в принципе, на основании проекта, о чем мы с вами только что разговаривали, можно решить данный вопрос и приспособить объект, с учетом его, опять же, это должно быть все учтено, разработано специалистами, то есть при условии сохранения объекта культурного наследия, размещения в нем современных каких-то офисов, магазинов, каких-то помещений. Такая возможность есть. Но ограничения, как я сказал, они, опять же, присутствуют. Еще одно здание, в котором с января по ноябрь 24-го года размещался Первый уездный революционный комитет Хакасии, руководимый большевиком Итыгином Георгием Игнатьевичем. Вот расскажите, это здание также находится там? Я немножко не поняла, где это здание? Где это здание? Это здание также находится на набережной. Оно облицевали его. Оно деревянное было изначально? Оно находится рядом, буквально там два или три дома. От школы. Между ними, да, находится между этими зданиями. Действительно, изначально это здание было также деревянным. Но в последующем это здание... Видимо, было время, когда были некие, так сказать, возможно, пробелы в законодательстве и так далее. И действительно, это здание в последующем было обложено кирпичом. Возможно, даже без разрешения, да? Естественно, это было сделано без разрешения. Соответственно, мы выезжали, сделали осмотр этого здания. Само здание, которое, скажем так, в первоначальном виде существовало, оно на месте, оно скрыто просто вот этими внешними конструкциями. Действительно, оно там и есть. Мы еще к этому зданию попробуем вернуться. У нас есть... Да, добрый день. Добрый. У меня такой вопрос. Здание деревянное. А когда оно было построено у нас? А, вот по этому зданию. Спасибо. Я говорила уже, что в 2024 году это здание было построено. Это здание не расслышал как раз. Вот про это здание, которое мы говорили. Оно было построено в 2024 году. Нет. Оно было раньше, наверное, построено. В 2024 году там располагался вот этот... Располагался, да-да-да. Ну, а построено оно либо в начале, наверное, 20 века. Здесь уже история умалчивает. Точной даты у нас его строительства нет. Центр культуры Победа. Парк Орленок, вот его входная вот эта вот группа. Гостиница Абакан – это то, что вот мне сейчас приходит на ум в историческом центре Абакана. Скажите, а вот эти объекты являются объектами культурного наследия? Нет, эти объекты не являются объектами культурного наследия. То есть, если, допустим, заявит администрация или руководство парка культуры включить, например, или провести экспертизу и включить запрос? Если будет соответствующее заявление, то будет проделана соответствующая работа в части выявления. А лечить и учить по запросу. А самостоятельно вы такие объекты можете? Ну, согласно законодательству, орган охраны в данном случае организует порядок именно выявления на основании заявлений. То есть, мы организуем полностью работу по осмотру, по государственной историко-культурной экспертизе, то есть, по следующей работе. А вот именно о чем мы с вами разговариваем. Инициировать вы не можете. Инициировать, да. У нас есть соответствующий порядок в виде обращения. По заявлениям. Ну, с заявлением, да. Да. Вот. Еще одно здание – это Хакас леса на пересечении Жукова-Пушкина. Он был признан объектом исторического наследия. Вот хотелось бы узнать, какая судьба в дальнейшей перспективе его ожидает и что сейчас? Ну, в каком оно состоянии сейчас находится? И что там, кстати, располагается в этом здании? Данный объект в 2023 году также был включен у нас в реестр объектов культурного наследия. По заявлению, да? Да, по заявлению. Соответственно, какая работа ведется? На сегодняшний день мы провели всю работу в части включения в реестр, фотофиксации этого объекта, то есть, да, определение границ территории сейчас занимаемся. А в последующем, естественно, поскольку здание находится в состоянии, ну, скажем так, ну, можно чуть-чуть неудовлетворительно, мне, конечно, пока сложно об этом говорить. То есть, по внешнему виду мы все это, в принципе, с вами видим. На сегодняшний день в плане у нас ближайших два месяца осуществить работу по осмотру технического состояния этого памятника. То есть, будет проведена работа с сотрудниками госохранинспекции с выездом на место, осмотр и составление соответствующего акта технического состояния данного объекта. На основе этого акта мы будем примерно уже понимать, ну, скажем так, техническое состояние данного здания. Потом, по итогу составления акта, совместно с собственниками уже будет разрабатываться такой документ, который предусмотрен законодательством, он называется охранное обязательство. В этом охранном обязательстве будет прописан уже порядок проведения определенных работ собственникам. То есть, собственники, скорее всего, будут обязаны разработать соответствующий проект, о чем мы с вами разговаривали, по ремонту данного здания. И в последующем установленные сроки провести непосредственно уже и сам ремонт. То есть, ну, примерно вот так. У нас есть телефонный звонок. Да, вы в эфире говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Я бы хотел бы заделиться по благодарности Евгения Глоковича Александровича Зарушенко. Он большой роман в том, в том, в отличие на памяти. Он специально военная операция. Я автор книги «Созвенки» о витрарах. Специально военная операция с дельюков. У меня в книге, ну, на прошлый год, да, но. Им пересочли, говорят, на доске. Красивая, хорошая, усиловенная. То есть, ну, я думаю, что большая работа в инспекции. Я очень благодарен ему лично, как доник, как чёрт. Ну, как бы, хотел бы сказать ему большое спасибо. Спасибо. Спасибо за звонок. 22-60-11, телефон прямого эфира в студии. Звоните, пожалуйста, линия свободна и задавайте свои вопросы. Скажите, а если вот реконструкция невозможна, а это объект культурного наследия, который мы не можем сносить, то тогда каким образом решается судьба этого объекта? Ну, как я уже ранее сказал, снос объектов запрещен в любом виде. Соответственно, есть понятие либо всё-таки ремонта, либо реконструкции. Есть ещё такое понятие в законодательстве, как консервация. То есть, в принципе, если на сегодняшний день по каким-то причинам невозможно восстановить объект культурного наследия, есть процедура его консервации. То есть, опять же, это всё та же процедура, разработка проекта, экспертиза и так далее, о чём мы ранее уже говорили. И, соответственно, проводятся работы для того, чтобы максимально сохранить этот объект хотя бы в тех, скажем тогда, условиях, в каких он или в том состоянии, в котором он сегодня находится, для того, чтобы в будущем, в случае, если ситуация поменяется, можно было этот объект всё-таки восстановить. То есть, цель направлена на то, чтобы в любом случае сохранить в каком бы ни было виде и в последующем обязательно его привести в первоначальный вид. Ну, то есть, вот так. Хорошо. Хорошо. Возвращаясь, кстати, к нашему предыдущему вопросу про здание, где располагался революционный комитет под руководством Итыгина. Сейчас там что находится в этом здании? На сегодняшний день в этом здании находится у нас добровольное пожарное общество. А, то есть, оно действующее? Это офис здания, работает. Да, оно включено, скажем так, в современную жизнь, что очень приятно, что всё-таки здание не брошено. Оно работает, существует, за ним есть соответствующий, скажем так, досмотр и уход. На этом здании также недавно разместили информационные надписи о том, что это объект культурного наследия, собственник это сделал. Поэтому, в принципе, по этому зданию, скажем так, оно у нас живёт. А скажите, если вот объект признаётся объектом культурного наследия, таблички в обязательном порядке устанавливаются? Или, опять-таки, это на усмотрение собственника здания? Или вы в ваших полномочиях обязать установить такую табличку, чтобы понимали люди? Согласно законодательству, на объектах культурного наследия устанавливаются информационные надписи. Опять же, не на всех, только на определённых зданиях, сооружениях, то есть на археологии такие надписи не устанавливаются. Госхрониспекция информирует об этом собственников, совместно с собственниками разрабатывается проект информационных надписей, а потом уже на основании этого проекта, который согласовывает Госхрониспекция, собственник своими силами, за свой счёт, скажем так, устанавливает эту информационную надпись на объекте. Понятно. А что такое особо ценные объекты культурного наследия? Ну, это, скажем так, из самого понятия следует, что имеющие особую значимость для истории, культуры, государства. Ну, скажем так, нам до конца это понятие в Хакасии пока неизвестно, потому что у нас таких вот объектов на сегодняшний день нет. Поэтому, как бы сказать, какие отличительные стороны именно этого объекта, я пока вот не могу. Объекты археологии, они являются у нас в целом памятниками. То есть, есть понятие памятник, объект археологии является памятником. Также они могут быть ансамблями, если это несколько памятников, но это уже, скажем так, рабочее наименование. А в целом это памятники истории, культуры, вид памятника, объект археологического наследия. Ну, вот есть такое понятие, как охранные обязательства. Что оно подразумевает? Ну, вот немножко я поняла уже, что должен собственник делать, каким образом. С вашей стороны охранные обязательства какие? Охранные обязательства, оно также определяется действующим законодательством. Это документ, который вручается либо собственнику объекта культурного наследия, либо владельцу земельного участка, в границе которого располагается объект археологического наследия. В этом документе прописываются основные требования законодательства. В первую очередь, о том, что владелец, либо собственник должен, скажем так, сохранять данный объект в первоначальном виде, нести время содержания, ухода за этим объектом. И при необходимости, опять же, о чем мы с вами говорили, в случае необходимости проведения ремонтов, согласно, скажем, требованию госохранспекции, провести определенные виды работ. То есть, по разработке проекта, если это необходимо, и в последующем провести ремонтные работы. То есть, это документ, который, скажем так, прописывает все основные требования к содержанию данного объекта. Ну, и, соответственно, куда без этого ответственность за то, в случае, если какие-то требования будут нарушены. А часто нарушают вообще требования такие собственники? Именно в части собственников таких нарушений и требований у нас на сегодняшний день не зафиксировано. В основном у нас административная ответственность идет по, скажем так, другим направлениям. Это по государственной истории культурной экспертизе. Основные направления, да, то есть, проводятся работы без этой самой экспертизы. Но, видимо, о чем мы, может быть, отдельно с вами еще поговорим, тоже такая достаточно обширная тема для разговора. А что такое объект, обладающий признаками культурного наследия? Объект, обладающий признаками культурного наследия, это вот изначально, когда, скажем так, объект, гражданин, да, либо, скажем так, орган местного управления обладает сведениями о каком-либо объекте, что данный объект с точки зрения истории, искусства, науки обладает ценностью для государства. То есть, например, как здание, да, если мы видим какое-то здание и видим в нем определенный момент, допустим, ценность с точки зрения какой-то архитектуры, либо, как у нас бывает ситуация, с точки зрения каких-либо событий, которые происходили в этом здании, эти события и, да, сведения, они подтверждаются соответствующими документами. То есть, все признаки объекта у нас имеются. То есть, опять же, это историческая справка, фотофиксация и так далее. И на основе этих сведений, да, можно подготовить соответствующее заявление. То есть, вот эти как раз, вот эти признаки объекта культурного наследия, они фиксируются в этом заявлении, которое в последующем передается в орган охраны, и на основе этих сведений орган охраны уже проводит соответствующую работу. То есть, те объекты, о которых я вам говорила, это вот гостиница Абакан, например, и, да, входная группа в парк Орленок, она может, да, иметь признаки культурного наследия. И по заявлению их можно признать, собственно говоря, объектами культурного наследия. Есть определенные требования к объектам культурного наследия, да? То есть, какие объекты могут быть признаны объектами культурного наследия? Повторяюсь немножко. То есть, для археологии это объекты, которые старше 100 лет у нас, да, есть определенные критерии, а для памятников истории и культуры основной критерий – это объекты, с момента создания которых прошло более 40 лет. Ну, то есть, собственно, да, здесь все, в принципе, этим сказано. Да, все складывается, да, пазл сложился. Абаканское кладбище номер один – одно из самых старых городских объектов в 30-х годах прошлого столетия. Это была окраина города, сейчас это самый центр Абакана. Какой статус у этого объекта, наверняка он есть статус, да, у этого объекта, и какая судьба ожидает кладбище в перспективе, поскольку, ну, уже поговаривали, что в дальнейшей, в какой-то перспективе там может появиться парк, то есть, собственно говоря, значит, что значит с захоронениями делать, куда их девать. А ведь там около 10 тысяч захоронений. И там мемориал. Мемориал находится и братская могила воинам, умершим в госпитале Хабакана, да, в годы Великой Отечественной войны. И также там отдельные, кстати, захоронения есть военных, которые… Что касается мемориала и братской могилы, то есть, действительно, этот объект является объектом культурного наследия регионального значения, он включен в реестр. Соответственно, что касается, то есть, он находится, скажем так, под охраной государства, что касается остального кладбища, то каких-либо иных, скажем так, захоронений, либо могил, обелисков на этом кладбище именно статусом объекта культурного наследия у нас не обладает. То есть, таких объектов там больше нет. Поэтому, что касается судьбы кладбища, мне об этом говорить сейчас сложно, да, возможно, в перспективе, и такая практика существует в целом в России, что, да, кладбище как бы перестает существовать, и на этом месте создаются какие-то такие территории, да, но в основном это, конечно, в виде парка. А поскольку там у нас мемориал есть, да, ну, наверное, да, в этом случае, если когда-то в перспективе такое будет, это, наверное, будет идеальным решением для города в этой ситуации. А что касается мемориала? А что касается мемориала… А объекты культурного наследия у нас же… Как мы с вами и разговаривали, объект культурного наследия, скажем так, сносу не подлежит, соответственно, он останется на своем месте. А все, что вокруг, да? Возможно, в перспективе будет частью какого-то, возможно, парка. Ну, это, конечно, все в данном случае пока возможно в фантазии, но в целом, еще раз повторюсь, в любом случае он будет существовать и находиться на своем первоначальном месте. Понятно. Обелиск павшим коммунарам в 1927 году был у нас сооружен. Это он находится у нас на… Павших коммунарах. На павших коммунарах. Да, да, да. Ну, район космоса. Ну, космос, да, район космоса, да. Совершенно верно. Вот, кстати, сколько у нас таких подобных обелисков в городе? Он же не один? Именно обелисков в виде объектов культурного наследия он у нас один. А, единственный, да? Один, единственный на сегодняшний день, да. Самый, скажем, наверное, такой крупный в городе Абакане. Да, это также объект культурного наследия регионального значения. А он, получается, на балансе у республики стоит? В городе Абакана. А, Абакана. В городе Абакана. Абакана, да? Да. Ухаживают за ним. Ну, там и школьники, да, я смотрю. Насколько я знаю, занимается, естественно, этим администрация города, в первую очередь, в лице своих организаций. Кроме того, работали идут школьники. Там школьники убирают, наверное, просто. Занимаются этим и волонтеры периодически. То есть, в данном случае к этому памятнику действительно такое внимательное отношение и каких-то вопросов, проблем с ним нет. Ну, да, всегда так вот едешь мимо, иногда проезжаю в такое достаточно ухоженное состояние. То есть, там была проведена небольшая в свое время реконструкция прилегающей территории. Поэтому, да, действительно, такая вот зона отдыха возможна. Жителей. Вы говорили про девять таких вот объектов на территории Абакана. Я какие-то упустила же еще, да? Ну, про набережную мы с вами поговорили. Про Кадышево мы с вами поговорили. Парк Победы также поговорили. То есть, также у нас есть объект культурного наследия. Могила генерал-лейтенанта Тихонова и Обелиск. Это на Согринском кладбище находится. Да, совершенно верно. Так, потом мы с вами, Кадышево мы с вами переговорили. А, кстати, за могилой Тихонова родственники ухаживают. Родственники и администрация, насколько нам известно, также в этом участие принимают. Так, Парк Победы. Хаклес мы с вами поговорили. Ну, наверное, все и обозначили практически. Девять объектов, наверное, мы с вами все и обсудили. Все проговорили. Вот я обратила внимание, что в Черногорске и в Усть-Абакане очень много также объектов культурного наследия регионального значения. Они у нас все региональные значения. Да. А какие-то есть проблемные объекты, на которых бы стоило сейчас как-то остановиться? Ну, проблемность в чем заключается? В целом, скажем так, в части содержания этих объектов. Содержание, состояние. Ну, состояние объекта – это отдельный разговор, да, то есть у нас сейчас в рамках, и опять же вот о чем мы разговаривали, в федеральной церковной программе «Увекречения памяти погибших при защите Отечества», как раз вот в Усть-Абакане будут проведены мероприятия и в Черногорске. В канун 9 мая, да? Ну, это не с 9 мая связано, это связано с федеральной церковной программой, но в целом, конечно, эти мероприятия связаны с Победой. Также в Черногорске такие мероприятия будут проведены, это у нас две могилы преподавателей и учеников Бермской школы, которая у нас располагалась в годы войны в городе Черногорске и готовила летчиков для фронта. В принципе, в части содержания, что в Черногорске, что в Усть-Абакане эти объекты, они находятся, ну, достаточно, скажем так, под вниманием местных администраций. Также, насколько мне известно, регулярно там проводятся работы волонтерами Победы, то есть ухаживают за этими объектами, благоустраивают. А вот после реализации программы на этих объектах будет проведено такое же капитальное благоустройство, то есть, в принципе, объект приобретет уже такой более, скажем так, обновленный вид. Но не внешне имеется в виду, а в виде благоустройства вокруг этого объекта. Потому что изменение облика самого объекта, оно, повторюсь, запрещено. Дмитрий Александрович, я знаю, что еще в марте сотрудники отдела государственной охраны объектов культурного наследия госохранной инспекции приступили к плановым мероприятиям по контролю за состоянием объектов культурного наследия, ну, федерального значения. Вот мы сейчас будем говорить о памятниках как раз археологии, об археологических объектах, расположенных на территории Хакасии, в частности, Аршаловского сельсовета и Алтайского района. Можете подробнее рассказать, что там за объекты? Есть ли вновь выявленные? Какое состояние у объектов, которые уже давно выявлены? Ну, основная задача, с точки зрения закона, раз в пять лет орган охраны обязан проводить проверку, то есть, в виде осмотра и фотофиксации всех объектов культурного наследия. Такая работа у нас ведется регулярно. Раз в пять лет? Раз в пять лет. То есть, и вот в прошлом году, в 23-м, мы завершили пятилетний цикл, первый, осмотра всех объектов культурного наследия, расположенных на территории республики Хакасия, в том числе и объектов археологии. Работа эта проводится таким образом, то есть, сотрудники инспекции выезжают на место, на территорию памятника, проводится его осмотр визуальный, проводится фотофиксация, чтобы установить его текущее состояние на данный момент, на момент проведения работ. И, соответственно, фиксируются, составляются акты, и в случае, если вдруг на территории объекта обнаруживаются какие-то следы, допустим, воздействия, правонарушения, соответственно, проводится уже соответствующая работа в части административного расследования. А в целом, что касается вопроса состояния объектов, в целом большинство объектов в республике Хакасия находится в удовлетворительном состоянии. Но есть ряд вопросов, но я не конкретно сейчас про это говорю, то есть, про выезд, а в целом. То есть, ряд объектов, действительно, у нас много очень объектов, они были повреждены в различное время. То есть, есть такие случаи, когда, скажем так, в древности эти объекты были повреждены. То есть, потом, в определенный период, скажем так, советского времени, когда у нас были распашки земель и так далее. То есть, много объектов археологии. Застройка и так далее. Застройка населенных пунктов. То есть, много объектов было повреждено. То есть, соответственно, такие объекты есть. Есть часть объектов, которые у нас располагаются в зонах, скажем так, реки Абакан, например, и Красноярского водохранилища. Там есть тоже своя проблема, поскольку вода имеет свойство подмывать берега, то есть, достаточно большое количество объектов располагалось как раз на берегах. Ну, где вода, там и селились люди, понятно. На берегах рек, да, и, соответственно, на сегодняшний день, скажем так, природные явления эти памятники повреждают, то есть, размываются. Но в данном случае хотелось бы рассказать о том, что все-таки уже два года Республика Хакасия принимает активное участие в сохранении этих объектов. То есть, за счет бюджета Республики Хакасия проводятся мероприятия по раскопкам, по сохранению объектов как раз тех, которые находятся в зоне риска, которые повреждаются реками. Поэтому в 2022 году мы эту работу проводили совместно с Хакасским госуниверситетом, в 2023 году также работал Хакасский госуниверситет и наша Всероссийская организация охраны памятников ВОПИК. То есть, такие работы проводятся, памятники сохраняются для того, чтобы мы могли как раз, скажем так, не утратить, возможно, те интересные предметы, ценности, которые в этих объектах у нас могут находиться. А можете подробно рассказать, что вот за объекты находятся вот как раз на территории Аршановского и сельсовета и Алтайского района? Ну, это самые близкие к нам, получается. Ну, объекты археологии, по большому счету, внешне они все примерно одинаковые. Мы сейчас с вами в республике Хакасия живем и видим, да, какие-то объекты, это в основном насыпи и, соответственно, каменные конструкции. Где-то больше, где-то меньше, в зависимости, да, от, скажем так, культуры, которая этот объект нам оставила. Поэтому сказать, что чем-то отличаются памятники в Алтайском районе от тех, которые, например, находятся в Аскизском районе, да, в данном случае мне достаточно сложно, потому что они, по большому счету, все одинаковые. С точки зрения закона, опять же, для нас нет памятников, которые были бы лучше, хуже, больше, меньше, то есть все памятники находятся на государственной охране. И определить, скажем так, возможно, как сказать, не ценность, да, а интерес для истории этого памятника можно только в том случае, когда на нем поработают археологи в виде раскопок. Потому что все интересные ценности, да, какие-то предметы, да, археологические, как они, согласно закону, называются, они как раз находятся у нас в земле. Ну, как такового названия еще нет, да, вот у этих вот памятников? Нет, почему? Эти памятники называются по населенному пункту ближайшему, и им присваивается номер. У Сершанова один, два, три, и вот примерно, то есть археологи таким образом их называют. Каких-то специфических названий у памятников именно археологии нет. В основном есть ближайший населенный пункт и номер. Таким образом они у нас фиксируются во всех документах. Ну, понятно. В этом году у вас запланирован осмотр еще 216 объектов культурного наследия федерального значения. Они расположены в Алтайском, Аскисском, Баградском, ну, собственно, во всех районах. Родженикизовский, Ширинский, Устебаканский. Также будут обследованы 16 объектов культурного наследия регионального значения в республике Хакасия. Ну, вот не будем о 216 говорить. А вот что это за 16 объектов культурного наследия регионального значения? Все-таки это большая цифра достаточно. Это что за объекты? Это о том, о чем мы с вами только что говорили. И как раз это план работы инспекции в части памятников истории культуры. Это вот как раз о чем я бы назвал Хаклес в этом плане. Школа в этом плане. То есть, и павших коммунаров, обелиски. То есть, и все. И вот те объекты, которые у нас в перечне, мы планово будем осматривать и проверять. То есть, вот такая работа у нас запланирована. Вот 2022 год был в Хакасии объявлен годом археологии. И вот с какими-то итогами вы... Ну, подвести какие-то итоги, если этого года можете сейчас обозначить? Ну, во всяком случае, что наметили? Какие перспективы дальнейшей деятельности там? Или, может быть, взаимодействие с кем-то? Вот такое полезное было в рамках этого года. Ну, что касается полезного взаимодействия, то мы работаем активно, ну, и не в рамках только года археологии, с научным сообществом, то есть, Российская Академия Наук. И это и город Новосибирск, и Москва, и Санкт-Петербург, Российская Академия Наук. Просто, наверное, когда годом объявлено, больше мероприятий просто. А что касается, да. Это касаемо взаимодействия. То есть, в принципе, у нас построено достаточно активно, и коллеги нам достаточно активно помогают в республике, где-то там в части паспортизации, да, и выявления объектов, то есть, за что им огромное спасибо. А что касается в целом, да, действительно, год археологии, он был, скажем так, понятно, работа инспекции, она строится планово. Что в год археологии, что... Что не в год археологии, да. Но в год археологии, действительно, было проведено большое количество мероприятий, связанных с археологией. В этих мероприятиях принимали участие не только инспекции, но и наше научное сообщество, школы, волонтеры, институты наши активно участвовали. В конечном итоге год археологии у нас завершился международной научной конференцией. Вот, также в год археологии активно работали волонтеры. У нас была проведена школа волонтеров, связанная с археологией. Вот, активно мы поработали. По итогам, также в рамках года археологии был снят достаточно интересный документальный фильм в Хакасии «Родина археологии», то есть, как раз где была озвучена, именно показана республика Хакасия, ее достопримечательности, ценности с точки зрения археологии. Выступали и говорили о Хакасии различные… Как об археологической Мекке. Да, сотрудники научных учреждений достаточно, скажем так, красиво о Хакасии было сказано. То есть, фильм получился достаточно интересный. Он был, скажем так, достаточно активно и, скажем так, приятно воспринят его аудиторией в Москву, и в Санкт-Петербург, то есть, и в Новосибирск. И был премьерный показ у нас в Хакасии этого фильма. То есть, ну, прямо на самом деле было достаточно интересно. Этот фильм у нас до сих пор транслируется на нашем сайте. Можно его посмотреть всем желающим. Поэтому и в целом, как сказать, год археологии, действительно и популяризация у нас. Было выпущено и издание, альбом, посвященный году археологии. Поэтому вот такие работы были сделаны. А что касается текущей, повторюсь, мы работали достаточно активно в год археологии. Ну, и в последующие годы. Вот госинспекция активно взаимодействует с различными вузами страны. В том числе, вот сегодня узнала информацию, что в 2019 году было подписано соглашение с Институтом истории материальной культуры РАН. Санкт-Петербурга. И сейчас они работают над регистрацией объектов археологического наследия, которые обнаружились в результате обмеления участка Красноярского водохранилища со стороны деревни Мохова. Это вот то, о чем вы чуть выше говорили, да? Да, это в рамках соглашения. Коллеги нам помогают как раз вести паспортизацию. Потому что данную работу, скажем так, могут вести только, как я ранее уже говорил, сотрудники именно, да, научных учреждений, которые имеют соответствующее разрешение. Поэтому вот эту работу без данных специалистов мы провести просто и не сможем. Поэтому вот в рамках соглашения мы договорились, что Красноярское водохранилище, мы постараемся, все объекты, которые вот, да, скрывает это море, в определенные периоды времени, когда вода уходит, мы их поставим на учет, паспортизируем, определим границы территории. Ну, а в последующем, в будущем, как-то уже будем принимать какие-то решения, возможно, в части их сохранения. Поэтому достаточно такое полезное сотрудничество для нас. Дмитрий Александрович, а бывают ли такие обращения, вот, например, человек, собственник какого-то земельного участка, какие-то делает работы у себя и что-то находит, и ему кажется, что это вот объект культурного наследия. Бывали такие обращения к вам? Такие обращения бывали. Ну, скажем так, здесь есть отдельный момент, вот о чем мы с вами тоже ранее разговаривали, вопрос по государственной историко-культурной экспертизе. То есть, в любом случае, в рамках законодательства, прежде чем проводить какие-то работы, то есть, необходимо провести вот эту экспертизу на предмет наличия, либо отсутствия на участке объектов культурного наследия. Но вы же в любом случае должны реагировать на такие заявления? Такие заявления мы реагируем, да, такие случаи у нас были неоднократно, а реакция заключается в следующем, что, в принципе, ставится на учет данный объект, как я ранее уже говорил, выявлять их могут только уполномоченные люди, поэтому мы этот объект ставим в свой, скажем так, реестр, и по итогу года на основании договора со специалистами мы эти объекты выявляем, ставим их на учет со всеми вытекающими последствиями. Но единственное, что вопрос, как бы, здесь для гражданина заключается в том, что... Что он уже ничего не может делать, да, пока это все идет? ...сложность в дальнейшей эксплуатации до участка, пока не будет решен вопрос с объектом культурного наследия. То есть, вот есть такие нюансы. Поскольку объекты культурного наследия находятся и археология под охраной, то вот есть такие моменты. Поэтому в данном случае мы всегда рекомендуем, что прежде чем что-то приступить, это касается и физических лиц, и организаций, что для того, чтобы в какой-то степени обезопасить себя, да, и, возможно, свои какие-то дальнейшие планы в части работы с участком, лучше все-таки провести такую государственную историю культурную экспертизу, чтобы в последующем не было каких-то сюрпризов, да, и, возможно, ограничения, остановок каких-то работ и так далее. Но, опять же, как я ранее уже сказал, на сегодняшний день у нас появились некие изменения в этой части экспертизы именно в законодательстве, да, то есть на сегодняшний день людям, которые собираются проводить, скажем так, индивидуальное жилищное строительство, работа на сельхозземлях, для этих работ у нас на сегодняшний день государственная историка и культурная экспертиза не требуется. Но при этом при всем осталось требование законодательства, что в случае, если вдруг в процессе работы кто-то что-то обнаружил, то в любом случае работы должны быть приостановлены, уведомлены орган охраны, ну и выполнены соответствующие дальнейшие действия. А муниципалитетам что необходимо знать об обязательных требованиях федерального законодательства, прежде чем вот крупные застройки, когда ведутся в муниципалитетах? Каким образом они должны? Ну, по большому счету, что граждане, что организации, что муниципальное образование, вся деятельность, которая связана с землей, по сути, законодательство, оно для всех едино. То есть, в принципе, как и ранее это строилось, прежде чем что-то делать, необходимо провести экспертизу. Но опять повторюсь, поскольку сейчас есть некие изменения, то есть то, что работы проводятся в городе, ИЖС, строительство и так далее, там изменился порядок, и сегодня гражданам в принципе эту экспертизу делать не нужно, а застройщикам в пределах города в определенных, скажем так, границах, это тоже постановлением все прописано, действует уведомительный характер, то есть достаточно уведомить орган охраны, и можно приступать к строительству. Но опять же, хоть процедура, она изменилась, но никто не застрахован от того, что в процессе реализации каких-то работ может обнаружиться какой-то ранее неучтенный объект культурного наследия, в связи с чем может произойти некая, скажем так, остановка работ. Но законодательство сегодня, я повторюсь, оно как бы немножко упрощает эту процедуру. А вспомнился мне почему-то один момент, когда строили Национальный нацбанк возле парка Орленов, да, и там как раз были обнаружены древние захоронения. Там большое кладбище как раз в районе парка Орленов. Ну, потому что там было озеро вот на месте парка Орленов. Совершенно верно. И как раз вот эта территория, которая возвышена, там большое кладбище. И по большому счету все объекты, которые на этой территории, да, вот в определенные, скажем так, округи строились, все эти объекты строились именно через государственную историю, культурную экспертизу, и везде были выявлены памятники археологии. То есть, прежде чем приступить к строительству, проводились раскопки на этой территории. То есть, объекты раскапывались, изучались, и потом уже, когда они изымались полностью из земли, на этом месте уже проводились строительные работы. А вот массовая застройка сейчас вот современными домами, которые ведется вот на противоположной стороне проспекта Ленина. Там также все проводилось, да? То есть, застройщики когда выходили с инициативой застраивать. Это же вот как раз возле парка Орленок. Там же много современных вот, ну, на противоположность. А, ну и сейчас и по ту сторону рядом также много. Бараки, долой бараки, бараки снесли и на том месте, да? Кстати, да, что касается бараков, вот о чем я сейчас и говорил, как раз под бараками активно у нас находили объекты археологии. То есть, проводились раскопки тоже, там прям большие могильники были. То есть, ну, достаточно активно археологи на этой территории работали. Ага, после того, как бараки снесли. Да, да. То есть, ну, здесь речь о чем? То есть, тоже бывает, да, такое утверждение о том, что если где-то что-то построено было ранее, то, значит, там уже на этом месте, на земельном участке ничего быть не может. Как бы, как нам показала практика города Абакана, что это не так. То есть, все вот эти старые сооружения, строения, которые стояли, они практически, да, на земле, а под ними у нас везде находятся объекты археологии. То есть, это нам археологи в виде как раз раскопок все подтвердили. И скажите, вот раскопки проходят, и потом дальнейшая судьба вот того, что нашли в земле? Судьба дальнейшая. В любом случае, все находки, предметы археологические, которые находятся в результате раскопок, они подлежат передаче в государственный музейный фонд. То есть, археологи изначально их забирают, проводят камеральную их на обработку, то есть, обрабатывают, приводят их в соответствующий вид, описывают, изучают. А как итог всей этой работы, все это передается в музейный фонд для дальнейшей музеификации и, соответственно, показа музейного. Ага, ну это федеральный фонд или это вот, допустим, и наш музей также может получить? Наш музей точно так же, музейный фонд, да, наш музей также достаточно, скажем так, активно получает такие предметы, передавались неоднократно нашими коллегами из Санкт-Петербурга, предметы, которые были в результате раскопок получены, наш музей. То есть, поэтому, да, в нашем музее активно представлены как раз находки, которые были найдены в республике Хакасия. Ага, скажите, это вот касается только исторической части Абакана, вот находки вот эти, в большей части, я имею в виду вот в окрестностях парка Орленок, или вот где-то за пределами, за пределами. Если в целом говорить, находки со всей республики. Нет, именно про Абакан, про Абакан, да. Где чаще всего находили вот такие вот объекты? Ну, тут сложно говорить. В принципе, во всех, скажем так, объектах, где проводились раскопки, присутствовали какие-либо предметы. То есть, там разница в том, что где-то больше, где-то меньше. То есть, да. Ну, а в целом, примерно, да, какие-то ножи, остатки украшений. Предметы быта, да. Да, ну, понятно, сосудов, да, допустим, там каких-то вот то, что были в могилах, емкости, да, вот эти все. То есть, керамика так называемая. Поэтому примерно, поскольку культуры примерно уже более-менее изучены в республике, да, раскопков всегда достаточно много было. Поэтому примерно вот уже перечень находок, он известен и более-менее он везде, ну, как сказать, одинаковый. Дмитрий Александрович, у вас есть уникальная возможность пригласить наших зрителей, слушателей присоединиться к флешмобу и принять участие в уборке территорий, памятников, исторических мест в Абакане. Давайте подробно расскажем, где пройдут такие мероприятия и пригласим людей, и что им, может быть, с собой нужно взять. Да, в честь праздника по всей России проводятся соответствующие мероприятия, в том числе и в республике Хакасии, в городе Абакане. Мы традиционно, то есть, по всей республике у нас на всех объектах волонтеры, органы местного управления организовывают, да, такие мероприятия. Что касается города Абакана, мы работаем традиционно на центре Кадышева, то есть, там как раз есть небольшой сквер, парк, и вот мы проводим уборку как раз этой территории. Поэтому все, кто желает принять участие в этом мероприятии, мы приглашаем с собой, что необходимо, ну, это минимальный набор, наверное, перчатки и, возможно, скажем так... Инвентарь какой-то, да, там, грабли, наверное, какие-то. По моему счету, конечно... Ведерки какие-то, да? Инвентарь мы... Или вы выдаёте. Инвентарь нам помогает, скажем так, именно на место доставляет администрация города Абакана, то есть, в виде грабель, да, то есть, пакеты мы приносим с собой, ну, перчатки, соответственно, можно принести с собой как бы всем желающим, кто намерен принять участие в мероприятии. Поэтому работы хватит всем, если есть такие желающие, то с удовольствием, как говорится, вас приглашаем, будем рады видеть на данном мероприятии. А, кстати, по опыту прошлых лет, абаканцы активно принимают участие в таком мероприятии? Принимают участие, по большому счёту абаканцы, это наши волонтёры. То есть, мы работаем с волонтёрами. А вы об этом где-то вообще говорите? Конечно, конечно. Говорим о том, что такое мероприятие будет. Да, и сейчас мы об этом говорим. Поэтому, в принципе, об этом транслируется и в средствах массовой информации, и в соцсетях, и на нашем сайте информация даётся. Но, по большому счёту, активное участие, повторюсь, принимают волонтёры. Волонтёры – это молодёжь? Волонтёры у нас и молодёжь, волонтёры культуры активно принимают участие в наших мероприятиях. Серебряные волонтёры, то есть, люди уже, скажем так… Зрелого возраста. Зрелого возраста, правильно, да. Поэтому достаточно активно нам помогают и не только в Абакане, а также на территории нашей Хакасии. А в других городах также будут проходить эти мероприятия? Да, да. Там, где имеются памятники наши по территории республики, органы местного управления совместно с волонтёрами такие мероприятия будут проводить. Спасибо вам большое, что нашли время и пришли сегодня к нам поговорить о такой интересной теме. Я думаю, что многие наши слушатели и зрители обратят сегодня внимание, откроют ваш сайт, посмотрят. Кстати, большой респект вам за сайт, очень удобный. И можно посмотреть различную информацию об объектах, которые находятся на территории Абакана и также на территории Республики Хакасии. Спасибо. Очень-очень удобный сайт. Я вот прям рекомендую зрителям и слушателям. Мы стараемся, чтобы он был максимально удобен, информативен и полезен. Спасибо большое. Спасибо всем, кто был с нами. Всего доброго. До свидания. До свидания.